Девочка-пай Девочка-пай Тема перестала быть просто темой, постепенно превратившись в проблему. Для простых девочек и мальчиков, а также их родителей. Как-то не прижилось на просторах бывшего союза понятие феминизм, распространенное в Европе и США. Наши красотки мечтают о принцах не на белых конях, а на белых бентли. Наши мальчики мечтают стать вот такими принцами. И вроде все закономерно и гармонично. Все привыкли к простому сочетанию, когда рядом с большим мальчиком красивая девочка. Но в современном мире золушек так много и выбрать так сложно. Марш Мендельсона Свадебное платье за много тысяч уе, кольцо с бриллиантом и почетные гости на торжестве, которое такое же шикарное, какое обещает быть будущая жизнь супругов. Это мечта каждой золушки, да и не золушки тоже. Но все сказки обычно заканчиваются свадьбой, а дальше... Об этом история умалчивает, а выходы супруга в свет врут. Их снимают многочисленные фотографы, они говорят о своем счастье и старательно его излучают. А что происходит за кадром, знают лишь те, кто там побывал, есть или ненароком туда заглянул. Эта сказка порой заканчивается клеткой и обязательствами, за которые ты не можешь выйти. Это все чревато большими неприятностями и последствиями. Потом есть принцы, которые могут подарить замок и ничего не требовать взамен. Но, как говорится, бесплатный сыр всегда бывает в мышеловке. И когда ты что-то получаешь, ты потом за это платишь. Ну, платишь там своей свободой, своими нервами, там, всем чем угодно, своим здоровьем. И сколько было примеров на примере моих подруг, когда им давали много, но потом девочки лежали в психиатрических лечебницах, когда они пытались уйти, и что-то им не нравилось. Ну, к примеру, да, вот суперпринц, супербогатый, понимает, что что-то не то, вот что-то вот не складывается. Например, мой гражданский муж, можно было сказать, тоже был суперпринц, да, но я не знала о его слабостях, о казино и алкогольного, скажем, там, алкогольной поднадлежности, да, то есть в большом количестве. Надя, как большинство золушек, родилась не в столице, но, как и большинство, имея талант и яркую внешность, решила, что заслуживает, чтобы эта самая столица была у ее ног. Но для начала у ее ног должен был оказаться мужчина, но не какой-нибудь, а, как говорится, олигарх. Мы познакомились в аэропорту, когда я летела, по-моему, из Москвы в Киев. И муж мой, гражданский, он летел в Киев тоже, и серии было такое, что вы не покажете ли нам там с лучшей стороны ваш город, и говорю, извините, найдите гида для этого. Ну, как-то так, ну, получилось, что перепутал носильщик вещи, и моя косметичка попала к нему в машину, и мне нужно было как-то ее вернуть. То есть до этого была еще одна встреча. Судьба. Это та же туфелька, косметичка, та же туфелька. Просто перепутали сумки, и так как-то получилось совершенно, то есть я не ожидала. И постепенно, постепенно, то есть он был очень настойчив. Да, вот как он тебя добился? Он сказал, что я хочу жить только с тобой. Вот до этого, честно могу сказать, у него была жена и ребенок. И ради меня он это все, можно сказать, забросил. Развелся. Да, он развелся, и причем для него это было вот его личное решение. Дальше мы начали жить. А как же он покорил тебя? Чем он заблудил? Ну, не скажу, что мы женщины слабые создания, слабые в том плане, что подарки для нас – это великая сила. Честно, нас можно этими подарками все-таки уломать, как-то ублажить, то есть отогреть. И чем, в принципе, весомее эти подарки, чем они красивее, чем они масштабнее и, там, можно сказать, чаще делаются, тем больше мы располагаемся. Только, я знаю, он все-таки участвовал в твоей карьере, пытался, по крайней мере. Пытался, но не без того, что я настаивала, честно могу сказать, потому что меня уже начинало бесить, да, то, что он говорил, что на такой концерт ты не поедешь, туда ты не поедешь, это потому что я так хочу. То есть это у нас доходило до скандалов. То есть это мне стоило очень больших нервов, его участие в моей судьбе. И потом, когда я поняла, что нет, все, я уже больше не могу все это терпеть, да, то есть последней каплей было то, что я здесь как раз выступала, было, по-моему, трехлетие, или что-то, трехлетие журнала «Эго», ну что-то такое. Я стояла просто на сцене, и я не взяла трубку телефона, на что я увидела столько мерзительных фраз, как бы, да, ну то есть я не работой занималась чем-то еще, да, неподобным. И мне это уже вот тогда, это уже в последний раз мне приперло, и больше я не вернулась. Он как к собственности относился? Да. А почему? А потому что вот то, о чем я говорю, когда тебе человек начинает помогать в твоей карьере, он считает, что ты его собственность, и что он хочет, то есть ты должна делать то, что он тебе говорит, потому что ты, получается, зависишь от него, и твоя карьера начинает мало-мальски зависеть от него. То есть он начинает, как бы это выразиться, возомнил себя всесильным богом, да, то есть вот я творю, то есть а ты мне не подчиняешься. Вот то, чем это чревато, то, о чем я говорю. Надя не единственная красотка, в голове которой созрел нехитрый план выйти удачно замуж за олигарха и тем самым решить все свои проблемы. Ведь каждая уверена, что достойна стать принцессой, а любовь, она проходит. Кстати, очень часто милых девчушек превращает в хитрых охотниц именно несчастную любовь, после которой они теряют веру в светлые чувства и решают мужчин отныне лишь использовать. Когда по мне была любовь, она была первая, наверное, единственная в этой жизни. Я была тогда еще чьяна и встретила мужчину, который мне очень понравился. Он был старше меня. Он был очень красивый. Но в процессе общения, то есть ради него я готова была сделать все. Но я дорожила этими эмоциями, этими чувствами. Хотя он не отличался какой-то расточительностью, он не дарил мне ни одного подарка. И мне даже на все это было плевать, потому что у меня было только одно желание быть с ним рядом. Но в какой-то прекрасный день наступило разочарование. Я узнала, что он меня обманывает и узнала, что он женат. И у него есть дети. Я начала достигать своих целей. Я начала работать. И я поняла, что мужчин нужно только использовать. Милашка свое ни за что не упустит, завяжет, затянет после укус. Берегись в создания ненаивные. Хоть на первый взгляд и примитивные. Большинство мужчин охотниц не любят и даже научились их вычислять. Ну, прежде всего, рассматривая вопрос охотниц, женщин, нужно предположить всегда охотников рядом. То есть принципиально важно следующее. Если есть женщины-охотницы, вопрос, за кем они охотятся. Если они охотятся за кем-либо, назовем, олигархов. Если они охотятся за олигархами, так они и должны предполагать. И предполагают, по крайней мере, и у них охота удачна, у этих представителей женского пола, что они будут охотиться на людей, которые достаточно имеют высокий уровень интеллекта. У них получилась жизнь, они стали успешны. Они настойчивы. И они очень хорошо, сравнительно, скажем так, в основном, разбираются в людях. Потому что они руководят крупными корпорациями. Они, по крайней мере, имеют коллективы, которые позволили им заработать эти деньги. Поэтому скажу следующее. К охотницам, ну, я могу сказать, отношусь с уважением. Потому что это люди, которые, диаметрально, скажем, другое мое отношение, которые четко знают, чего они хотят в этой жизни. Они хотят выйти замуж за олигарха. И если эта девушка представляет из себя человека целеустремленного, с хорошим уровнем интеллекта, настойчивая, она в итоге получит свой приз. Другой вопрос, как и на сколько. И они должны однозначно понимать, что получение приза иногда не предполагает, что они получат то, что они хотят. Потому что нарисованные мечты, и мечты реальные, то есть реальный результат, совершенно разные вещи. И сегодня, получив в объятии олигарха, она завтра, начиная с ним жить, поймет, что красивая жизнь, которую она видела в ресторанах, на яхтах, абсолютно не соответствует реалиям. То есть у человека с утра начинаются проблемы. Где она, если она хочет быть успешной, женой олигарха должна участвовать в этом. И если она в этом участвует, она должна иметь определенные знания. Потому что самое страшное для мужчины, если он видел подарок в своей жизни, если этот подарок оказался не тем, которого он хотел. Потому что последствия потом могут быть самые нехорошие. Ну, совет следующий. Прежде чем хотеть олигарха, назовем так, вы должны понимать все-таки, с какой категорией человека вы столкнетесь. И всегда наиболее уважением пользуется девушка та, которая способна без каких-либо ухищрений, всегда и обратная сторона мужчин уважает тех, кто не скрывает своих планов. И она может достаточно, ну, прямо или косвенно сказать, да, я хочу замуж за олигарха, я хочу предложить как себя, что я умею делать это, это и это. И я способна стать вам помощницей. Потому что в обратном случае мужчины, в принципе, уже, ну, если не на первой встрече, на второй встрече прекрасно понимают в основном, с кем они имеют дело. Если они понимают, что это пустая, скажем так, цель человека просто воспользоваться материальными благами, я думаю, результата не будет. Он будет с ней встречаться, он будет с ней спать, вы простите за такую прозу жизни, но то, что она выйдет за него замуж, это вряд ли. Другой вопрос. Если он понимает, что она все-таки поставила себе цель выйти замуж за олигарха, но он, назовем так, как менеджер, да, в своей жизни, он видит, что она, не скрывая особенно своих намерений, станет ему надежной помощницей, эффектная дама, которая хорошо разбирается в людях, которая умеет себя подать, которая, в конце концов, умеет даже прийти одета так, как нравится ему это. А это необходимо чувствовать, и тонко чувствовать человека. И где, ну, скажем так, она может говорить, а где лучше промолчать. В таком случае у нее шансы достаточно высокие. И, конечно, немаловажно в данной жизни следующее. Мы говорим о девушках, которые часто тусуются, которые находятся в каких-либо увеселительных клубах. Репутация штука великая. И, в принципе, если кто-либо, один человек данному олигарху поделится, может быть, это не будет правдой, но маленький какой-то, маленькое основание будет для этого, чтобы сказать и скажет, что человек не отличается особой порядочностью и ведет себя не так, как это следовало бы по жизненной правде, тогда, я думаю, что шансы у этого человека уменьшаются на порядок. Поэтому необходимо помнить еще следующее, что репутация, она не начинается за три месяца до знакомства с олигархом, она начинается с самой ранней молодости, потому что жизнь непредсказуема, и встреча кого-либо с кем-либо, который вы можете даже не предполагать, может случиться. Мое понятие, ну, я человек, который родился в тот серебряный век, когда еще был в моде институт брака, не гражданского, а настоящего, тогда понятие «золушка» было несколько иное. Вот сегодня то, что мы подразумеваем, конечно же, девушек можно встретить и в ночных клубах, и на каких-то тусовках, и в светских раутах. Они сопровождают гостей. Их можно узнать, наверное, знаете, как у писательницы, женской писательницы Виктории Токаревой, есть один из рассказов. Вот, и они говорят, что у них ищущий взгляд. То есть их можно очень хорошо... У них другой блеск, по-другому блестят глаза. Как мужчины относятся к таким девушкам? По-разному. Зависит от того, у мужчины ищущий взгляд, или слегка потухший, как вулкан. Модные издания в этом начали способствовать, да, публикуя рейтинговые списки людей с количеством заработанных ими денег. И я, кстати, у многих девушек в машинах замечал этот именно журнал, такой он как бы был наглядным пособием. И неоднократно в каких-то разговорах или где-то просто в дружеских компаниях обсуждалась эта тема, что вот у меня есть журнал, и у меня есть журнал, и этот журнал тоже у меня есть. И очень многие в этой математике жизни, скажем так, разбирались больше, чем у каких-то элементарных точных наук. Ну, это правда, да. Но, опять же, и охота с целью того, чтобы мужчина что? В принципе, как мне кажется, что все равно основная цель и основная задача любой девушки это найти спутника на всю жизнь. Правильно? Да. Спутника на всю жизнь. Но все равно каждая из них рискует сама оказаться искусно подобранной жертвой. понимаешь? То есть ведь те мужчины, за которыми они охотятся, если брать процентное соотношение, они даже если и влюбляются, то они все равно сохраняют в какой-то степени трезвую голову, потому что они отдают себе отчет. И в принципе, мне кажется, что всегда мужчина вот чувствует вот эту разницу, где любят его или любят то, что он из себя представляет. Думаю, это важная вещь, на которую многие не обращают внимания. Есть такой термин, как содержание. И многие девушки просто согласны быть содержанками при условии того, что они лояльно относятся к поведению мужчины, лояльно относятся к его статусу семейному, лояльно относятся к его привычкам. Это такая категория женщин, да, существует. То есть это такой взаимообмен? Ну, может быть, это даже не взаимообмен, а это такие правила игры. Но есть заложки, которые хотят выйти замуж за олигарха совсем не для того, чтобы его обмануть, воспользоваться и бросить. Есть те, кто действительно хочет создать крепкую семью в любви и достатке. Но если в начале любви нет, вступает другая философия – стерпится, слюбится, что тоже иногда срабатывает. Они ищут олигарха лишь потому, что не хотят, чтобы их дети в чем-то нуждались. Возможно, как когда-то нуждались они сами. И зачастую эти милые существа уверены, что встретить принца можно только на балу, выражаясь проще на модной тусовке. Они всеми правдами и неправдами выпрашивают у феи наряд, копят деньги на карету такси и отправляются в путь. Ну, либо выбирают себе профессию, которая откроет дверь в волшебный мир бомонда. Сейчас я работаю, работаю над собой, работаю в сфере экономики, занимаюсь экспортом. Параллельно я работаю моделью, чтобы попадать в соответствующие тусовки и там знакомиться с мужчинами, от которых можно получить какую-то финансовую выгоду или же, допустим, поддержку, или же продвижение по работе. На самом деле так получается, что особо никаких стараний я не прикладываю, чтобы привлечь внимание мужчины. Допустим, когда я захожу в зал и вижу определенную, скажем так, жертву, он как-то это чувствует и сам как бы откликается на какие-то позывы и сигналы, на взгляды, тем самым как бы я привлекаю его внимание, потом он подходит, знакомится и продолжает сообщение. Я глубоко уверена, что встретить богатого мужа на тусовке невозможно. Потому что мужчины, которые в тусовке, это специфического склада люди. Не всегда это самые лучшие представители мужского пола. И люди, которых интересует это, быть я тут, я тут, не всегда достаточно хорошие для того, чтобы проводить с этим человеком жизнь. ну, я не знаю, ну, можно заняться сексом, конечно, но не более, там, раза двух. Но встречи, личную жизнь, устроить на тусовке нереально. 80% бар, ну, не 80%, ну, процентов 60, это девушки, которые стремятся выйти замуж за олигархов. Но просто надо быть достаточно умной, чтобы понимать, что олигархи не тусуют. Им это неинтересно. Люди достаточно богатые, они не стараются быть на виду, они наоборот как-то шифруются, потому что не кричат об этом. Я вчера смотрел передачу российского телеканала, и одна девушка классно сказала, говорит, господи, ну где же вы ищете настоящих мужчин? Говорит, на светских тусовках вы их никогда не найдете. Ну, в принципе, нельзя утрировать, но на самом деле тот, кто занят работой, тот, кто занят решением проблем семьи или партнеров, или бизнеса, он не может быть по характеру, по своей сути постоянно быть на тусовках. Он может там появляться, поэтому методика, когда девушки, приходя на какие-либо тусовки, видят, вот там Владимир Петрович, он с нами постоянно на этих тусовках. Это не методика. Да, я не хочу исключать, но это не методика. То есть наоборот, нужно обратить внимание на другое. Кто на них часто не бывает, кто избирательно, по какой-либо необходимости, дни рождения случилось. И в принципе, стоит просто внимательно посмотреть. Если человек, как мужчина, достаточно четко смотрит вам в глаза, при этом не делает каких-либо эмоциональных, вот вам кабриолет, поехали с вами в Каны, просто смотрит на вас. И видно, что вы ему интересны. И если он вам задал хотя бы несколько вопросов, и он вам интересен тоже, мне кажется, будьте внимательны к тем людям, которые не особо внешне проявляют свой интерес. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не знаю, там, в поле, в поле к пахарю. Она пришла к принцу. То есть вся история выстроена на том, что будь трудолюбивой, ты получишь принца. Понимаете, сколько лет назад ничего не изменилось, изменилась только форма, форма времени. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Известный в столице светский фотограф Андрей Порохненко считает, что тусовка действительно помогает девушкам добиться своей цели. Во всяком случае, шансов будет больше, чем если просто сидеть дома. Он фотографирует звезд и не отказывает богатым мужчинам, если они просят разместить в журнале фото своей протеже. Утверждает, что засветиться хотят все женщины, а Золушки особенно. Есть примеры даже, когда девочки с прекрасной внешностью попадают в тусовку, их замечают и через какое-то время они становятся не принцессами, а просто королевными. Кто у нас? А... Ну, назвать по имени, наверное, будет сложно, но есть... есть пару-тройку таких девушек, которых видел 2-3 года назад, которые приходили практически на каждую тусовку, на каждую вечеринку. Были одни, пили коктейли, а потом смотришь, они уже вдвоем, они уже за ручку, они уже садятся вместе в машину, но проходит какое-то время. Но, безусловно, это единицы. Но это имеет место быть, то есть это существует. Если ты красиво, если ты имеешь нормальные, правильные манеры и с головой все в порядке, то, конечно же, у тебя со временем появится поклонник, успех и так далее. Ну, тусовка играет, в общем, и последнюю роль. Да, то есть, я думаю, что одно из самых основных, потому что пробиться на улице, сидя в офисе, либо на рынке, либо работая в магазине, наверное, нет никаких шансов. Только счастливая случайность 11 миллионов. Здесь же шансов гораздо больше, потому что тусуются режиссеры, операторы, бизнесмены, богатые просто люди, поэтому от них зависит очень много. Если тебя заметили, то ты есть шанс, что ты попадешь, и ты будешь счастлив, и ты будешь работать, и у тебя будет большое будущее. Золушки хотят видеть себя на подиуме, на глянцевых страницах, на теле или еще лучше киноэкране. Они верят, что как только станут популярными секс-символами, мечтой у многих мужчин, вот тогда-то и появится тот самый богатый принц. Таких примеров масса. Певица Вера Брежнева, модель Леся Матвеева, телеведущая Таня Рамус, певица Глюкоза, балерина Анастасия Волочкова, телеведущая Оксана Марченко и так далее. Все они выбрали творческие профессии, которые обязывают быть на виду и притягивают мужские взгляды. Они знают, что каждый богатый мужчина хочет всему окружающему миру доказать свою не только финансовую состоятельность и получить вот такой вот трофей в виде женщины, о которой мечтают многие. А потом либо закрыть ее своей мощной спиной и хваткой от окружающих и, как правило, на этом карьера на воспеченной жены заканчивается, либо вкладывать деньги в развитие таланта любимой, независимо от того, присутствует ли он. Но настоящие золушки считают, что особенно везет тем, кто встречает олигарха с нуля, то есть не будучи пока никем, вернее, будучи лишь симпатичной мечтательницей, из которой всемогущий влюбленный принц сделают либо просто ни в чем не нуждающуюся жену, что тоже неплохо, либо исполнят мечты и сделают звездой, либо и то, и другое. Вот это действительно поймать птицу счастьем. Куда же за ней отправиться, если вы все еще просто симпатичная мечтательница? Конечно, на тусовку или в модельный бизнес. Определяет профессия. Очень многое, и, конечно же, люди, ну, какой ты человек. Если ты интересная персональность, и при этом тебе повезло, конечно же, это очень большая доля везения. Очень большая. Ты работаешь, но если ты не работаешь над собой, и просто тусишь, ты потом, в принципе, как мыль на пузыре лопаешься. А если ты постоянно работаешь, до сих пор, я сейчас уже не агент Света Вальнова, мы просто общаемся к моему друзьям, но она говорит, Ласкина, то, как ты работаешь, никто в этом городе не работает. Конечно же, надо работать. Я работаю, как волк. Я без работы не могу. Я могу, вроде, поширить, и могу себе позволить часто лишнее, и что-нибудь не то сделать. Может быть, какой-то глупый поступок, который думает... Но мне очень нравятся слова, которые говорит при этом Тарас Красный. Я ему сказал, Ласкина, надо позволять, тебе, если ты себе позволяешь тусовки, все, то на тебя потом не обращают внимания. А если ты вот так, вот, я вчера хватил лишнего, и надо было мне этого не говорить, то ты сам начинаешь сформировать для себя комплексы. Еще одним человеком, который, в принципе, сыграл большую роль в моей судьбе, это Света Вальнова, тоже. То есть, если говорить о феях, это друзья. Но, как бы, такое, что вот, о, девочка, мы с тебя растим свет с кулис, никогда такого не было, и не было, допустим, никакого богатого жениха, там. Кстати, Светлана Вальнова настоящая светская дива, как раз очень много знает о жизни Золушки. Она сама ею когда-то была, а теперь превратилась в фею. И лишь иногда вспоминает то время, когда отчаянно хотелось красивой жизни, денег не было, и она пошла в модели. Потом подруга отправила ее фотографию какому-то богатому американцу, и Света согласилась уехать. Это был брак-контракт. Она была красивой спутницей, он платил. Когда контракт закончился, Света смогла продолжить красивую жизнь уже на родине. Она, как никто, знает обо всех сторонах жизни до и после замужества и может давать советы. Им нужно найти яркого представителя, который может их вывести в этот свет. Это может быть красивый мужчина, это может быть взрослый мужчина. Ну, я даже не знаю, я всего просто... Ко всему просто все добивалась сама, и мне очень сложно сказать, найдите там богатый мешок и берите с него деньги. Это, наверное, момент, как бы не совсем правильный. Я думаю, что если ты чего-то очень хочешь, то к тебе подтягиваются те люди, которые помогают выполнять твои желания. Если ты хорошо будешь знать, какой тебе... Вот девушкам совет. Хочешь, вот ты должна понять, какой мужчина тебе нужен. И нарисовать его. И мысли на этого мужчину постоянно представлять. И через некоторое время ты обязательно его встретишь. Только надо очень хотеть это. И это не проблема попасть в высший свет. Проблема в том, чтобы в этом удержаться. Проблема в том, чтобы когда тебя фотографируют, быть кем-то на самом деле. Вот в этом может быть проблема, потому что просто вышел, просто появился. Всегда нужно создавать информационный повод. То есть или несколько раз выходить замуж, или устраивать фестивали, или вести программы, или делать шоу, или сниматься в кино. Ты всегда должен находиться... Всегда ты должен работать, не отставать. Потому что когда ты просто приходишь витриной, ты потом просто надоедаешь. Потому что информационного повода нет. Я хочу выйти замуж за олигарха, потому что я считаю, что я этого достойна. Я работаю моделью. Я участвую во всевозможных показах, съемках. Хожу для этого на всевозможные вечеринки. Ну, закрытого и открытого плана. В клубы. То есть, думаю, что, может быть, среди тех мужчин, среди тех той всей массы найдется тот человек, который придется мне по душе. Я считаю, что я не смогла бы выйти замуж за бедного мужчину. Потому что я не верю в рай шалаше. Мне кажется, что это сказки. То есть, можно, да, может быть, жить как-то с таким человеком. Но я считаю, только это вот, ну, небольшое время. Все равно потом они расстанутся. Такие вот такого плана люди. Но оказывается, что опытные женщины, на которых мы смотрим с восхищением, и которые уже попали на эти самые глянцевые страницы, не всегда добивались успеха через мужчину. Труд, семья, самодостаточность. Вот те киты, благодаря которым они стали принцессами. К примеру, телеведущая Татьяна Гончарова попала на телевидение сама, волею судьбы, и первая создала телевизионную программу в Украине о светской жизни. Так что мир тусовок и голубого экрана знает изнутри. И все же считает, что самое главное это ум и поддержка близких людей. Ну, на самом деле, если девушка даже попадет на какое-то мероприятие, сразу, конечно, вряд ли, я думаю, джентльмены не обратят внимание, потому что все-таки джентльмены на этих мероприятиях появляются редко. Есть категория мероприятий, которые я люблю и которые исключительно я снимаю. Например, я недавно снимала в резиденции посла Великобритании празднование Дня Рождения Королевы. Но там все джентльмены, простите уже, послы, дипломаты, они с женами. То есть, им эти девушки не нужны, туда точно никто не попадет. Но если берем такой общий срез, презентация какого-то журнала, презентация машины, открытие ресторана, вот те более, на которые можно попасть. Попасть, наверное, я думаю, можно. То есть, человек должен загодя узнать об этом мероприятии. Возможно, даже напрямую, я не думаю, что у нас на самом деле есть люди, которые действительно хотят и правильно понимают, как это можно сделать. Я считаю, что запросто можно созвониться с человеком, узнать, организатора искать. Я так хочу. То есть, я даже вам могу помочь там чем-то. Я буду украшением вашего праздника. Но я не думаю, что кто-то прощает эти схемы. То есть, скорее всего, люди могут просто прийти, там, перетаптываться с ноги на ногу каким-то образом. Но это мало людей очень, которые, то есть, больше считают у нас, что светские события – это дискотеки какие-то, на них попасть без проблем. То есть, либо кто-то пригласит тебя, либо ты купишь билет. А если вот на такие, то я считаю, это нужно как-то разработать схему небольшую. Нужно попытаться узнать каких-то гостей, нужно попытаться быть полезным. Ну, уверена, что этого никто не использовал. Это сейчас на ходу придумаю. Попытаться быть полезным организатором мероприятия, выглядеть хорошо, конечно, бесспорно. Ну, ни в коем случае не выглядеть, как это. Я недавно прочитала статью в одном из любимых мной журналов, чем отличаются провинциалки от столичных. На них очень много всегда страз, очень яркие одежды, они очень веселые. То есть, ну, как бы этого делать не нужно. И опять, ну, все равно важно быть интересным человеком, но не стеснительным. То есть, если ты все-таки заметил своего джентльмена, дай Боже, чтобы он был на этом мероприятии. Я думаю, стоит подходить и знакомиться, потому что эти мероприятия для этого и нужны. Конечно, он может тебя вначале кинуть таким взглядом недоумевающим, но я уверена, что это редко происходит. Чаще всего девушки просто в надежде ждут, ждут, что вот на них. А девушек же-то столько, а женихов-то у нас состоятельных мало. То есть, и за ними охотятся все, и конкуренция большая. Но это более такая негласная конкуренция. Это происходит где-то более если состоятельный жених, то и дамы охотятся за ним состоятельно. Поэтому... Ну, а ты веришь в эту сказку, что такое возможно? Да верю, конечно. Сколько случаев таких. Конечно, верю. Ну, как это? Я думаю, сказки на то, они и созданы, что они все как-то частично взяты из жизни. А тут, как бы, если ты действительно умный образованный человек, сколько таких примеров. То есть, с одной стороны, я понимаю, что у нас сейчас даже Влада Литовченко говорила, боже, каким-то дурочкам везет вот какие-то эти хлопающие глазками, ресничками, и все. Но, тем не менее, и дурочкам везет, и не дурочкам везет. То есть, я тут не могу сейчас установить, просто потому что не хочу какой-то тенденции сказать, что вот только тем везет, они действовали только так, а только так. Да, но я поняла, что действительно реальный успех имеют девушки вот какой-то определенной категории, которые очень легкие, не особо... Они могут быть очень умные здесь, но они этого не выказывают. И мужчины как бы с ними отдыхают, и поэтому вот, если уже зацепила такая девушка, то есть она сможет удержать на какое-то время и даже может надолго, на всю жизнь. Чтобы Золушка стала принцессой, нужно много работать над собой, однозначно. То есть для меня, в моем понимании, это как я сейчас читаю одну книгу, и там искали героиню для кастинга, чтобы у нее была смуглая кожа, черные жесткие волосы, как проволока, и голубые глаза, и чтобы она владела многими языками. Ну, это лирическое отступление, но в принципе... То есть это что-то неимоверное все равно должно быть. То есть я за то, что это образованный человек, это культурный человек, это подкованный во всем человек, это ухоженный человек. И когда ты по всем фронтам защищен, у тебя есть тылы абсолютно во всем, то тогда 100%, что ты очень быстро добьешься своей цели. То ли жене... Фея должна быть? Должна быть фея. Все-таки фея должна быть. Это очень хорошо, потому что именно фея, она толкнет тебя, учить японский язык или нет, идти на это мероприятие или не идти. Очень важно, когда у нас есть учителя. То есть это даже как не то, что она должна быть, то есть это будет большое благо, если она будет у человека. Но хорошая фея действительно и которая будет помогать. То есть, конечно, любому из нас в этой жизни очень трудно и все равно нужна поддержка. Или который тебе человек зажжет огонь, который скажет, да ты самая лучшая, который хотя бы заставит, чтобы ты там плечи расправил, да. То есть это очень важно. Это облегчает задачи и это совсем не так плохо, как говорят люди. Вот она не сама. Да ты и боже, чтобы у каждого из нас была такая фея. То есть это просто чудо будет. А чем ты теперь мечтаешь? Ты стала принцессой? Или еще надо? Нет. Планка принцессы, ну если вот такой, который я вкладываю в это понятие, да, не просто принцесса голубых кровей, которая может ничего себе не делать, да, и только смотреть там на скачки, как происходит. Нет, у меня планка очень высокая. То есть я однозначно хочу когда-нибудь перейти к кино. Либо писать, может быть, книги. То есть все равно это получается что-то связано с тем, чем мы занимаемся сейчас, да. Но когда я буду делать какие-то глобальные вещи, которые будут менять мир, то тогда я скажу, я королева. Такие личности, как Татьяна Гончарова, считают, что быть принцессой мало. Нужно становиться королевой и менять мир. Да уж, таких немного. Большинство следит лишь за тем, чтобы пяточки были розовенькие, фигурка отменная, личико наивная. Именно таких девушек собирает вокруг себя Петя Листерман, так сказать, известная в Москве сваха для олигархов. Я ему сказал, старичок там, типа, да, я ему говорю, дай мне денег, я тебя познакомлю с Боженькой поближе, потому что я Боженьке даю раз в неделю девушек, у меня хороший контакт. Телефон есть там, вся хуйня. Он сказал, что он подумает. Вот предисловие к его книге «Как запутать олигарха». Привет, собака страшная. Так я нежно называю вас, девушек. Если ты прочитал книжку Ксюши Собчак и Оксану Робски и уже учишься охотиться на крупных и мелких олигархов по этому лоховскому учебнику, то советую тебе притормозить. Даю бесплатную истину. Ты никогда не запутаешь олигарха надолго и всерьез, если процессом не руководит очкарик, то есть я. Даю еще одну бесплатную истину. Если телочка страшная, у нее нет шансов. То есть, если ты крокодил, брось эту книгу, она тебе не поможет. Исключения только подтверждают золотое правило. Нет. Я не говорю, что могу тебя еще чему-то научить. Я это знаю точно. За последние 20 лет я создал самое крупное в мире сетевое игрознакомство. Я свожу сердца, души и тела в любом уголке земного шара. Это мой мир. Цыпочки олигархов, оранжевых бентли и тусовок в Сан-Тропе, бешеных денег и тех, кто желает их заработать любым путем. Очень жесткий мир. Здесь никто никого не любит. Все друг другу завидуют. Здесь все продается. Весь мир – это сплошной развод пожиже. Вспоминайте этого персонажа в фильме «Глянец». Он вполне реален. В общем, если хотите почувствовать себя лохматым золотом, знакомьтесь, это не обман. Это Петя Листерман. Чем вас можно удивить? В первую очередь, меня можно всегда удивить новой, очень красивой девушкой. Всегда меня можно удивить, потому что, ну, как... так как, ну, я был прообразом вот героя книги «Идеаль», последней книги, ПДВВД, и там ясно написано о том, что мы такие люди, как я, что мы в погоне за идеалом, за которым мы гонимся всю жизнь. Поэтому каждый раз, я когда вижу очень красивую девушку, она для меня, она меня приближает к идеалу. Что такое красота? Ну, красота меняется, да, критерии красоты. Сегодня это чистое, приятное лицо у девушки. Большие глаза, толстые губы. Ну, приятная там, нежная кожа. Ну, приятная, нежная такая девушка. Мы их называем, я их называю там, грубо говоря, цыпленок. Так. Вы верите в любовь? Конечно, я ее верю, потому что я ее продаю за сумасшедшие деньги. Я ей манипулирую, я ее ищу, я ее создаю для людей. Я заставляю людей влюбиться, потому что я знаю, что это самое редкое и приятное чувство людей, которые я за очень большие деньги вот, продаю. Как можно продать любовь? Как? Ну, как. Как Пол Маккарти еще пел Битлос, помнишь? Кан-ба-ми-на. Ну, в смысле, любовь не продается. Не, ну, на самом деле, я, например, звонит мне какой-нибудь парень, он говорит, я развелся с женой, вот, был в Индии в монастыре, сейчас вот у меня такое грустное настроение, я хочу влюбиться, да? И я у него спрашиваю, в кого ты хочешь влюбиться? Он говорит, я сам не знаю, в кого, я берусь за такие самые тяжелые случаи, я ему, он говорит, я сам не знаю, в кого я хочу влюбиться, придумай для меня, ты доктор. И я начинаю у него спрашивать, какой фильм ты смотрел в последний раз, какая там актриса тебе понравилась, какую книгу читал там, где гулял, что видел, в каких странах бывало. И создаю сам для себя такой образ, как художник, рисую у себя в голове девушке, которая может ему понравиться. И потом начинаю смотреть в своих файлах, где подобрать девушку такую. Ну, в основном сейчас для таких вот анчёных людей я пытаюсь найти там актрису какой-нибудь с душой. Вот нахожу ему такую девушку, потом придумываю технику, как технично их познакомить, так, чтобы она не знала и он не знал. И вот так я манипулирую, потом заставляю их влюбиться. Вы считаете себя писателем? Конечно, нет. Какой из меня писатель? Я великий манипулятор и обманщик. Вот. И одновременно я волшебник, маг, чародей. Вот. И одновременно я могу работать обезьяной в зоопарке. Вот. Моя задача же веселить людей. Я считаю, это красивая мечта для девушек найти, даже не выйти замуж, найти себе принца. найти себе принца, а дальше они не знают, что с ним делать. Может быть, просто влюбиться. Может, с ним пойти в лес погулять или покататься на лошадке. Вот. Я считаю, это красивая мечта для девушек. И это очень хорошо. И что потом с ней происходит? Потом она рожает детей. Она в любви, она счастливо рожает детей. Потом, через пять лет, любовь заканчивается. И ее муж обеспечивает ее полностью, покупает ей дом или квартиру, обеспечивает всем. И потом он приходит ко мне и просит у меня следующую жену. И все. И так вечно. Бывает по-другому? У меня в моем бизнесе нет. Каждые пять лет любовь заканчивается. И я, когда мне звонит муж или жена, и говорят, что вот мы начинаем ругаться, любовь заканчивается, что нам делать? Я всегда им говорю, не надо мучиться, лучше нежно расходитесь. И создадим новые семьи. Но муж обеспечит тебя, и все будет нормально. Нет, ты знаешь, как психология девушек меняется. Вот сейчас есть одно из таких направлений. Вот сейчас все молодые девушки пошли учиться в институты, в университеты. Через пять-десять лет они все станут умные, богатые. И, возможно, я им вообще никому буду не нужен. Я буду контролировать этот процесс, чтобы феминизм здесь как высоко не поднимался. Я постоянно ругаюсь и спорю с Марией Арбатовой, чокнутая старая баба, выжившая из Ума. Поэтому я постараюсь, чтобы мое течение Золушки было всегда таким нежным, приятным и красивым. А чего хотят мужчины? Помимо длинных ног, там груди, я не знаю, чего они хотят? Ну, они хотят вот этот необъяснимый блеск в глазах. Это обаяние и сияние от девушки. Русские сколы такие широкие, полуазиатские глаза. Они, как в сказке, Иванушка, пойди туда, не зная куда, найди то, не зная что. Но я стараюсь вот угадывать, стараюсь найти то, что они не знают что, и пойти туда, куда они. Кого-то было жалко отдавать? Себе бы не хотелось бы. Нет, тех, тех, кого самых лучших, всегда жалко отдавать. Но я... Ну, все-таки деньги люблю больше, поэтому приходится отдавать. Может ли Золушкой быть не молодая девочка, там, 16-17 лет? Конечно, у меня есть Золушке по 35-40 лет, которая известная актриса, певица, телеведущая. Нормально, я им подмираю, женихов, все нормально. Процесс идет. Возраст здесь не имеет? Конечно, не имеет. У меня там девушки от 20 до 90. Даже одну бабушку, 90-летнюю, глухонемую сейчас пристроила нормально. А как правило, олигархи – это люди с очень сложной психологией. Как они с ними уживаются? А я девушкам пишу тексты, как режиссер. Я им расписываю сцены разные, я пишу тексты для разной сцены, как в театре. Даже постельные? Нет, пока еще не дошел до этого. Но все еще впереди. Я им пишу разные сцены, и они по моим сценариям живут, девушки. Всю жизнь? Вы всегда рядом? Нет, я им пишу сценарий на ближайшие 5 лет, потом уже нет. А предположим, какая цитата из сценария? Да? Ну, на первое, если чувак увлекается охотой и любит петь песни, то я ей пишу, я ей даю охотничью книгу, чтобы она выучила парочку. И если он поет, допустим, русские песни, и пару песен выучить. Она идет на первое свидание, выучив наизусть пару охотничьих книг и пару куплетов из песен. И нормально оперирует этим. Ну, каждые полчаса выходит в туалет, докладывает мне. Я ей говорю, когда про охоту говорит, а когда песни петь, а иногда же путает. Ну, золушек же много. Золушек много, но супер золушек, не так уж много, поэтому судьба им, если есть счастливая золушка, то судьба ей всегда помогает. Каждая мечтающая золушка может зайти на сайт Лестермана, отправить свои фото и проверить силы. Но стоит ли? Продавать себе в рабство это вот сразу либо вспоминается мне крепостное право, либо рабынизаура, то есть вот что-то в этом роде. Продать себя и свою молодость, а потом остаться у разбитого корыта. Безвыходной ситуации не бывает. Точно могу сказать. Это же симпатичная мордашка, может попытаться сделать что-то сама, а не вот сразу упасть в кровать, да, и получить за это деньги. Просто это будет дольше и труднее. Но результат стоит того. Я бы хотела воспользоваться услугами Лестермана и войти в число девушек, которым он помог. Я считаю, в дальнейшем все у меня получится. Самое удивительное, что даже дети перестали мечтать о простых профессиях, а на семейные ценности уже смотрят через призму меркантильности и выгоды. Девочки с детства мечтают о богатых принцах и подарках с их стороны, а мальчики мечтают просто много зарабатывать. Кем ты хочешь быть, когда вырастешься? Я президентом. Ты хочешь быть президентом, для того, чтобы рядом с тобой была королева красоты? Да. Ну, я хочу, например, там, Хаммер, Ламборджини, Диабло, не знаю. А мне нравится Золушка. Почему? Потому что там, ну, там волшебство. Сначала она была нищая, ей все заставляли, а потом она превратилась в настоящую принцессу. Я бы хотела, когда вырастить, встретить настоящего принца. Я считаю, что он должен быть богатым, потому что он принц. Голубые глаза, ну, и волосы обычные, черные, добрые и скромные. Кстати, богатые золушки тоже бывают, и они тоже плачут. Так же, как и у мужчин, у них есть шанс обжечься. А вдруг так называемый принц со мной только из-за денег, из-за моих родителей, положения в обществе. И им так же тяжело встретить своего мужчину, ведь известно, что с сильными и богатыми девушками мужчины иногда просто боятся сближаться. Мол, зачем я ей тогда нужен? Да-да, девушкам из высшего общества трудно избежать одиночества. Планку нужно держать. Многие ищут мужчину еще более успешного, чем они сами. А это нелегко. Самое сложное, мне кажется, в отношениях с любым мужчиной, это его умение тебя удивить. Потому что, ну, меня не удивишь красивой машины. Это он может сразу же оставить дома. Если он придет с букетиком фиалок, может быть, у него больше шансов. Вот об этом я могу сказать абсолютно честно. И нет ощущения, что мужчины боятся? Ну, я, к сожалению, будучи сильной женщиной, не могу относиться с уважением к человеку, который боится того, что у меня сегодня в кармане может быть больше денег или того, что, может быть, он не сможет отвезти меня вот в его представлении в ресторан, к которому я привыкла. То есть я вообще не люблю тех, кто не рискует. Потому что я бросалась в такие авантюры сумасшедшие ради тех людей, которые мне в определенный момент были дороги. Я ничего не боялась. Я готова сметать все на своем пути. И никакой статус, никакое положение не могли удержать меня от того, чтобы познакомиться с человеком или быть с ним на определенном жизненном этапе. Поэтому эти люди просто для меня сразу же, я могу с ними дружить, общаться, потому что в моей жизни действительно происходят такие встречи. Да, я могла бы построить свою жизнь с человеком, который в финансовом отношении был бы гораздо менее состоятельным, успешным и стабильным, скажем так. Я вообще люблю художников. Разве художник может быть состоятельным? Нет. Ну, если это там не Ника Сафронов. Ну, то есть я вообще испытываю огромную жажду к людям творческим. Они, как правило, очень неблагонадежны в этом плане. Поэтому, да, не знаю, как насчет менеджера, как насчет белого воротничка, но человек творческий, какой-нибудь там начинающий рок-исполнитель или, в общем, человек, который себя хочет в этом проявить, весьма бы подошел. Вы бы стали помогать, например, вы бы встретили художника, мужчину, который бы вам понравился, ему помогать в развитии его карьеры, там, в пиарке. Просто безусловно. Я вообще одна из тех женщин, которых, наверное, очень часто упрекают в том, что вот именно они развращают мужчин, людей, потому что они начинают делать им дорогие подарки. Вот эти женщины, скажем так, помогают альфонсам держаться на плаву, да. Но я просто отношусь к этому совершенно по-другому. Я, в принципе, хочу, чтобы те люди, которые меня окружают, чтобы у них все было хорошо, чтобы они были красивы, ухожены, чтобы то, что они любят, имело успех, то, во что они верят, как-то реализовывалось. Поэтому, если бы человеку, которого я люблю, понадобилась бы моя помощь, финансовая или моральная, какая угодно, я готова ему помогать. Потому что для меня нет абсолютно никакой разницы, это заключается в деньгах или в какой-то моей моральной поддержке. Иногда легче гораздо дать денег просто и сказать, занимайся, только не трогай меня. Почитайте меня, пожалуйста. В общем, Золушкам во все времена было сложно, но бывают же и сказки, просто не всегда сразу. Счастливый сюжет нужно заслужить, ведь сказочная Золушка была не только милой девушкой, а еще и безумно трудолюбивой. И самое главное, что помогло ей выстоять и превратить мечту в реальность, это ее вера в любовь, доброту, мечту. А мечта должна быть светлой, полкоролевства, конечно, хорошо, но отношения важнее. Почему современные Золушки считают, что все блага им должен подарить именно принц, просто так, за симпатичную внешность? По таким правилам играют в основном лже-принцы, настоящие же выбирают ту, которая действительно сможет гордо носить звание принцессы, ни в чем не уступающей принцу. Золушка она очень много трудилась для того, чтобы получить своего любимого принца, и вот ее труд воздался по заслуге. И я уверена, что только благодаря тому, что я очень много работала, моя жизнь такая сегодня, какая она есть. То есть, наверное, конечно, обо мне. То, что я родилась в провинции, это, наверное, печально, потому что я не могла получать с детства достойного образования, которое получали люди, рожденные в Киеве или в других больших городах. Но, с другой стороны, у меня, наверное, было неимоверное желание добиться чего-то. Я очень не хотела там оставаться. Меня очень сильно с детства манил город Киев. Это вся моя мечта. И в моей жизни было очень-очень много совпадений, которые я сейчас уже вспоминая, они мне интересны, потому что, ну, как минимум три приятных момента со мной произошли в детстве, что бы я сильно хотела. Они со мной произошли сейчас, они у меня есть. Первое, это очень кратко, это первое, когда в возрасте третьего класса я еще ни разу не была в городе Киеве, я сидела на диване и смотрела бы телевизору программу с выступлением Софии Михайловны Ротару, и там была выступ... по кулисам ходил, за кулисами ходил мальчик, сын Софии Михайловны, его звали Руслан, он был моего почти возраста, и я думала о том, что, ну вот, я рожденная здесь, и я обречена, я... вот он там, в Москве, у него все, а я здесь. Я тогда думала, я бы просто вот все на свете отдала, если бы только вот можно было вот в возрасте третьего класса подойти к тому мальчику и сказать, меня зовут Лора, здравствуй, прошло не так много лет, лет 15, и совершенно случайно в компании, там, по работе мы были представлены друг другу, я 3-4 года общалась с Русланом, я не понимала, что это сын Софии Михайловны. И потом совершенно случайно моя старшая дочь открыла журнал, сказала, мама, посмотри, это тот человек, с которым вы работаете вместе. И вот первый вариант произошел такой, что вот я с ним дружу. Второй вариант, когда я все-таки попала в город Киев, мы погуляли по городу, был чудесный город, прекрасный день, и я, нас привезли в цирк, я подошла к дому, к Украине, универмагу, и напротив меня стоял прекрасный дом, волшебный, красивый, сверху бегущая строка была, он такой был новый, хороший, и я думала, надо же, они рожденные здесь, они здесь живут, они вот это все имеют, очень жаль. Но если бы только, я была бы так благодарна Богу, чтобы я могла быть причастна чуточку к этой жизни. Опять-таки, сегодня я живу в этом доме. И сегодня с окон своего дома, где у меня огромные витражи, я смотрю на цирк, я смотрю на то место, где я стояла девочкой там третьего, четвертого класса, и думаю, что, ну, как бы в жизни, если чего-то очень сильно хотеть, и прикладывать для этого усилия, обязательно сбудутся твои мечты. Только нужно быть хорошим, честным, порядочным человеком, и что-то делать для того, чтобы вот, нельзя вредить, нужно созидать, создавать, и тогда вот что-то получится, какой-то результат. Вот. Ну, и конечно, и конечно, безусловно, в моей жизни был не очень приятный такой момент, я неудачно вышла первый раз замуж, и я все время думала о том, что не может быть этот человек моим мужем. Еще до школы, в садике, я знала, что моего мужа будут звать Сережа. Это всегда было мое любимое имя. И когда мне пришлось сочетаться браком с первым моим мужем, все мое естество протестовало против этого. Это неправильно. Мечты сбываются, но не всегда сразу. Лора после восьмого класса переехала в столицу. Жила в спортивном интернате, так как занималась спортом и была чемпионом среди юниоров по легкой атлетике. Она много путешествовала, ездила на соревнования, а в то время это была невероятная удача. Также подрабатывала моделью. Впереди ждала звездная карьера. Имея это все, имея сказочную карьеру впереди, неудачный переход на перекрестки на улице Штар-Уставели, меня сбивает автомобиль, начнула с реанимации, извините, перелом позвоночника, вы больше ходить не будете. Тебе 16 лет неполных. На этом все заканчивается. И это очень страшно. Это очень-при-очень страшно, когда, возможно, ты не будешь моделью, возможно, ты не будешь спортсменом, но то, что ты ходить не будешь, тебе еще неполных 16. Это ужасно. И после этого какой-то был очень длинный период реабилитации, и в это время мы познакомились тоже с спортсменом моим бывшим супругом. Он меня поддерживал, и так получилось, что на моральных травмах, в общем-то, как бы так получилось, и родители настаивали на том, что вы долго общаетесь, вам нужно жениться, вам нужно расписаться, потому что в то время было не принято, когда мужчина и женщина общаются, вот, и не находятся в законном браке. Родители сказали, мы расписались. Это та первая ошибка, которую я, наверное, сделала тогда, и которой у меня сегодня две дочери, которые никогда в жизни не позволили себе по отношению к своим дочерям. И вот такой неудачный опыт, он очень быстро закончился, фактически через год. Есть только одно приятное ощущение. Есть Вероника, которая мне вот сегодня уже как подружка. Красавица, умница, я ей очень горжусь. А дальше, а дальше очень долгие годы огромной работы. В стране развал, но очень тяжелый период. Это 90-е годы, это когда полная катастрофа, и люди прекрасно понимают, что это было такое, когда ты никто, ты уже не спортсмен, и ты больше никто. И свою работу я начинала просто, вот Золушка, она просто прелесть, она горшки чистила золой. Я ничем не отличаюсь от нее. Вчера Франция, Англия, вчера много других стран замечательных, карьера, а сегодня мы где-то там, в каком-то совершенно богом забытом месте, вручную, ночью напролет, вычищаем там тарелочки, пепельницы, бокалы. И на уровне, это боже упаси, какого-то там ресторана или кафетерии, это все на уровне просто придорожного кафе. Лора очень любила Киев и не собиралась возвращаться домой. Тем более, что она расторгла брак, а в провинции это считалось весьма неприятной ситуацией. Люди высмеивали ее семью, говорили, что Лора осталась в столице работать путаной, унижали ее дочь, которую часто забирала бабушка. А Лора в это время работала уборщицей за доллар в сутки. И я осталась в Киеве, я работала. Я работала официантом, уборщицей, барменом, поваром. В то время, когда я работала, это был 93-й год, на каждом углу, в любом переходе звучала музыка Шадея. И была очень популярная песня «Будь моим любовником» Бималавр. Это просто со всех сторон грохотало. Это те песни, которые были настолько жизнеутверждающие, настолько они говорят о том, что жизнь прекрасна, а у меня не за что ребенку купить яблоко, банан, хлебушка кусочек. То есть мы там побираемся просто то, что Бог послал, так сказать, друзей и товарищей. Что на самом деле это Золушка, которая там сидит на кухне, кушает Золу. То есть вот эти вот все вот эти вот грязные, немытые. Можно сказать, что вот так вот. У меня было единственное желание, когда я по радиоточке, которая была у дедушки, никаких телевизоров, никаких магнитофонов, люди кругом ездили на Мерседесах, на машинах, с телефонами, прекрасно себя чувствовали. Я помню, что я звонила своей одной куме, кростной дочери. И вот доходил такой передел, что мне хотелось позвонить и сказать, слушай, ну давай встретимся. Ну, хотела для ребенка попросить там 3 рубля, 3 гривны или там купона. Она говорит, я не могу с тобой разговаривать, мы в Австрию летаем. У них было все прекрасно. Второй звонила. Вот у меня тоже все прекрасно, все чудесно. И у меня не хватало вот этого. У меня гордости было много. Я не могла им сказать. У меня все очень... Я тоже говорю, у меня тоже все прекрасно. У меня было одно огромное желание. Не остаться. Не реализоваться. Выжить. И опять-таки, был пример Скарлетта Хара, который я говорила. Мы не будем говорить о том, что я готова была убить, но я была на грани. Я украду, я обману. Так я жить больше не буду. Я сделаю все. Я буду очень-очень много работать. Я работала неимоверно много. Я работала одновременно на трех работах. Без выходных. Спать мне негде было, потому что дедушка старый, он там... Дискомфорт огромный. Я брала дочь свою, маленькую, в то время. Я шла в гидропарк, ложилась на пляже, привязывала ее к руке. За веревочку она бегала в возрасте трех лет. А я таким образом отсыпалась от работы. Три часа поспала и дальше бежать на работу. Вот. И в то время вот был якобы первый лжепринц. Отсыпаясь на пляже, там по три часа в день, лето, наверное, я там как бы очень часто появлялась, потому что какие-то люди меня стали замечать и подходить со мной, разговаривать. В процессе произошло знакомство с молодым человеком, и этот молодой человек влюбляется в меня. Влюбляется настолько. Просто такого не бывает. С тех пор, наверное, у меня больше так никто не влюблялся. Молодой человек в то время на суперновой БМВ. Супер богатый, супер обеспеченный, с огромным домом. Его уважают, куда бы мы ни приходили, в какое бы мы место ни приходили. Все встают, потому что он был такой весьма авторитетный молодой человек. Просто, ну просто. Я не могу поверить. Это что, я вот та золушка, которой так повезло? Которая вот так вот, вот так вот чуть-чуть, полгодика помаялась, и вот он, вот оно! И что происходит дальше? Этот молодой человек, я не испытываю к нему какого-то там особого чувства. Но вот, вот она. Свершилось. Принц, не принц. Вот так случилось. И этот человек не делает предложение, приносит кольцо, одевает, говорит, Лорочка, я так хочу стать моей женой, я так тебя люблю, я просто безграничная тебя люблю. Я говорю, я очень рада. Согласна ли ты быть моей женой? Я говорю, конечно. Думаю, вот, повезло. Говорит, у меня есть маленькое условие, совсем незначительное. Я говорю, простите, какое? Ну, в принципе, я на все согласна. Он говорит, я не смогу твою делить любовь на тебя, на меня, чтобы ты делила, и на твою дочь. Я еще не понимаю, о чем здесь говорить. Я договорился, она жить будет в прекрасной семье, мы ее отправим в Венгрию, ее удочеряют, у нее все будет прекрасно. Ты нам ради чудесных маленьких детей все будет так хорошо. Мне кажется, что ты не со мной. Вот жизнь, да, барьеры. Вот здесь вот все нормально, здесь ровно, здесь провал, крах, здесь все опять прекрасно. А тут вообще, вот что это, это жизнь, это я не понимаю, как вообще человек может такие вещи говорить. Это было еще, еще один огромный сигнал о том, что просто так, три месяца мучений, работая официантом, и вот, и вот тебе свалился принц, так не бывает. За все надо заплатить. И цена этому бывает разная. Иногда это цена золотая клетка, чему многие женщины, чему многие женщины недовольны. Я думаю, что не так уж это и плохо, золотая клетка, на фоне того, когда компромисс отнятия ребенка, удочерения чужим человеком, чужими людьми. Это совершенно разные вещи. Наверное, в этом случае мечтаешь о золотой клетке, только не трогайте детей. Это вообще, как можно любить женщину и так поступать ее ребенком. Полгода длилась война, мы все поставили на свои места, но это стало огромный отпечаток в моей жизни. Потом вновь долгие годы работы. В это время она мечтала о разном. Много путешествовала в поисках принца, училась, были курсы официантов, курсы языка, техникум, заочное отделение КПИ. Сама Лора говорит, что нет того, чего она не умеет делать. Появился еще один принц, с которым очень хотелось создать семью, и ради которого она еще больше развивалась. Увлеклась охотой, дайвингом, верховой ездой, автомобилями и парашютным спортом. Но, к сожалению, этот принц очень любил женщин, и семья не состоялась. Зато Лора, много проработав, заработала себе небольшое состояние, перестала нуждаться и стала успешной и знаменитой женщиной в ее любимом городе. Но поиски любви продолжались. В моей жизни был очень приятный эпизод в Париже. Мы совершенно случайно познакомились с младшим братом Дидьей Ришардом. У нас роман был фактически три года. И опять-таки он мне сделал предложение. И вот, как сейчас, помню, на сельских полях идет дождь, сумасшедший дождь. Но он был старше меня. Я не была в него влюблена. И он не был Сережей с ямочкой. Ну вот что-то меня, вот что-то меня. Он меня очень любил. Он очень часто приезжал сюда. И моя дочь очень возмущалась тому, что мама, почему же, почему. Переехать, жить во Францию к Дидье, это значило оставить дочь здесь, с родителями. Мама очень сильно болела. В стране проблемы. Дочь нуждается в матери девочке 8-7 лет. Это как раз тот период, когда она не видела отца никогда в своей жизни. Отнять у нее мать, это очень несправедливо. Ну и потом, я не болела о любови страшной. Но был он очень чертовски богат. У него свои корпорации. У него там кофе бренд Ришард. У него там сахарные фабрики. У него до сих пор, собственно говоря, компания Ян Дженнерал. Это его дочерное предприятие в Украине. То есть это был богатейший человек, наверное, один из самых богатых в моей жизни. Один из самых богатых. И то, что давал он мне, то есть он никогда не требовал от меня физического удовлетворения как такового. Ему было достаточно того, что я вот такая, какая я есть. И все наши встречи, мы виделись очень часто, я туда, это сходить в оперу, покушаться в хорошем лешлендском ресторане, пообщаться на каком-то приеме, на бомондовском, европейском. Вот это было вот так. Когда мне на руку одевают кольцо и говорят, пожалуйста, Лаура, будь с моей женой, я смотрю на это кольцо, за окном идет ливень, и у меня в голове совершенно другой образ моего мужа, другой, не этот, И я говорю, я хочу немножко подождать, немножечко потом, степ-бай-степ, я не готова, я кольцо ложу обратно. видеть выражение этого человека, когда он берет шкатулку, забирает это кольцо, кладет в эту шкатулку, закрывает, я понимаю, что закрываются все наши отношения. Опять надежды, опять Владимирский, любимый мною собор, опять с иконой Казанской Божьей Матери с просьбами, ну пошли мне, пожалуйста. Счастье в виде вот того человека, который согреет мне душу, который мне ну просто будет рядом. Наверное, очень важно, чтобы тебя любили. Но мне кажется, в миллион раз важнее, чтобы ты любил. Да, с Дидье у нее могла быть клетка не золотая, а бриллиантовая. Но она осталась верна своей мечте, своему городу и своему ребенку. И вот однажды компания ее друзей собралась на майские праздники в Египет. И состоялось знакомство с человеком, которого не очень-то можно было назвать принцем. Мы сели в самолет. Ну, наверное, тоже вот как-то... Вот мы сели в самолет, мы приехали в аэропорт на разных машинах. И вот что-то у меня так вот... Вот, а может быть, это он? Да, нет, ну не может. Ну почему это он? Ну вот как же, я так долго жду, я жду 10 лет, и вот что вот так, прямо вот он? Не может этого быть. Но вот здесь какой-то холод был. Самолет идет на взлетную линию, делает легкий подъем, я сижу возле окошка, смотрю за окно, думаю, что-то я в своей жизни опять творю непонятное. Сидит рядом молодой человек, очень интересный, очень интересный принц. Ну, может быть, я слишком известна для него, слишком простого. простой обычный парень. Он даже в то время не был миллионером, он даже ничего собой не представлял, его фамилию вообще никто не знал, он обычный менеджер. Я смотрю в окошко, самолет идет на взлет, я понимаю, осознаю, что он берет мою руку, я слышу, что он мне что-то говорит, я даже понимаю, что он мне говорит, но я не понимаю, что это может быть. Он говорит, Лора, я тебя очень люблю. У меня какое-то шоковое состояние, что мне с этим делать? Простите, я не готова? Мы пришли в номер, номер в два было, мне ему, пока мы переодевались, он говорит, я пойду организую ужин. Вот он меня приглашает на ужин. И мы выходим, ресторан где-то там, а он распорядился, с кем-то договорился, ну, хорошо, владеет английским языком, столик, очень уютный столик. Вынесли на берег море, на песок, устрелили трап, поставили огромный букет цветов, вокруг поставили вот такие вот факелы с огнем. Египетское небо, полно звезд, которые фактически тебе на голове. Ужин самый-самый изысканный. Это парень, который ничего в этом вообще даже не понимал. Роскошное вино. Нас обслуживают там вот пять человек. Играет музыка, вот как сейчас, какая-то там скрипочка. Все там, где-то шумят. И мы сидим с ним, он смотрит на меня и говорит, будь со мной, пожалуйста. Я говорю, ну, я не вижу повода не быть. в этот момент он улыбается. впервые за три месяца. И у него вот здесь на щечке ямочка. Вот в эту секунду вот как-то вот опять все превратилось в сказку. Вот он. то есть мы уже не спорим, что его зовут Сережа, мы уже не спорим, что он близок к духу, телу и душе. И у него вот даже ямочка есть. Я ему потом сказала, ты знаешь, у тебя даже ямочка есть. Потом был чудесный вечер, незабываемый вечер любви, который, в общем-то, каждая женщина испытывает, но его можно испытать исключительно по любви. большой, по огромной. Провели прекрасное время. Мы вернулись в Киеве в самолете. У нас уже не стоял вопрос, расстаемся или не расстаемся. Стоял вопрос, куда мы едем, ко мне или к нему. И когда мы появлялись в свет или там подписывали какие-нибудь там материалы, фотосессии, писали Лора Сухарецкая, спутников. Потом писали с супругом. Потом писали семья Горборуков. И я в этот момент начинала задуматься над тем, когда будет этот момент, когда будут писать Сергей Горборук с супругой. Но еще пока это не пришло. Пока еще, в общем-то, как бы у нас равенство присутствует. Но этот человек мне подарил, сильно подарил, подарил чудную дочь. Не я ему, он мне. Но и моего короля Артура. То есть я всегда мечтала о сыне. Вот этот король Артур, это как венец вот наших отношений. Он просто, он просто пришел, этот Артур, и мою всю жизнь запомнил. У меня больше нету ни к Богу, ни к Святой Богородице, просьб. Такие, чтобы мне что-то дали. У меня есть мольба. Не отнимайте у меня того, что у меня есть. Живем мы шестой год миллионером официальным. Он является три года. То есть, скажите мне, пожалуйста, первый дорогой костюм купила ему я, первые дорогие туфли купила ему я. Маникюры, прически, парфюмы, манеры. Все, 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 все. Я ему это все прививала. То есть, да, у него отличные задатки, он очень хороший ученик. Теперь он настоящий мужчина. Но надо было к этому немножко тоже приложить усилий. Сегодня они говорят, что да, некоторые женщины засматриваются на него. Я даже знаю, те, которые пытаются как-то каким-то не очень честным способом у меня его умыкнуть. Я говорю, попробуйте. Попробуйте. То, что у меня есть, это сделала я. Я сделала для себя, не для вас. Почему он вам не нужен был шесть лет назад? Ах, у него не было фамилии. Ах, у него не было статуса. Ах, он не был таким. Он не был принцем? Он не был принцем. А, он не был принцем. Вот если я его сделала принцем, и он стал этим принцем. Можно будет ставаться моим принцем? И я за него буду бороться. Я не собираюсь никому из тех юных девушек, которые сегодня в возрасте 17 лет приезжают, я возьму себе где-нибудь принца. Ну, попробуй со мной посоревноваться. Может быть, я уступаю возрасту, может быть, красотой, может быть, еще чем-нибудь, какими-нибудь нюансами. Но я это делала сама свою жизнь. Я знаю, с чего она строилась. А та девушка, которая пришла сегодня и говорит, я это сделаю, я это получу, она это получит. Вопрос, сумеет ли она этим управлять? Знаете, как говорят, как бы наследники получают деньги, имение, капиталу. очень важно, если не приумножить, хотя бы сохранить то, что есть. Ну, вот приехала она, получила. Она знает этому всему цену? Каким способом, каким трудом, на чем это строится, к чему у нее седина на виски, за какой такой нюанс в жизни, как он это получил. Это вот такая тонкая наука быть женой. Вот такие истории тоже существуют. Подводя итоги, хочется лишь вспомнить еще об одной героине нашего времени, Маше Малиновской, которая написала трактат «Мужчины, как машины». В этой книге она классифицирует мужчин и приходит к вполне логичному выводу, который превращается в дельный совет «Ищите любовь». И тогда все звезды и волшебные силы будут на стороне Золушки, и туфелька с ее ноги соскользнет вовремя и обязательно состоится судьбоносная встреча с принцем. Может быть и на балу, кто знает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»